здравствуйте здравствуйте уважаемые слушатели нашего семейного университета я психолог психотерапевт наталья фиденко приглашаю вас на честный разговор проект нашего семейного университета и сегодня я буду приветствовать присоединившихся и тема нашего сегодняшнего эфира меня никто никогда не полюбит как будет сегодня строится наша встреча я говорю для тех кто сейчас тем не нужно закрепить спасибо что прислали тему я и закрепила меня никогда не полюбит как будет строиться наш эфир сегодняшний где-то чуть больше половины времени уйдет в общем-то на честный разговор на эту тему а где-то через полчаса через 35 минут мы сделаем практические упражнения мы сделаем практические упражнения которые которая поможет вам проработать в какой-то степени а может вам этого будет уже достаточно свою травмированную детскую часть почему детскую и какая-то часть и какой травме идет речь мы как раз и поговорим в первой части нашего честного разговора чего не будет в эфире но что вы можете получить нас не будет времени это такая индивидуальная работа у нас не будет времени на то чтобы пройти опросник чтобы выявить если у вас такая ловушечка попадая когда вы попадаете в нее попадаете вот в это ощущение меня никто никогда не полюбит но я скажу сразу скажу и для тех кто смотрит сейчас прямой эфир скажу для тех кто будет смотреть его в записи потому что все наши эфиры сохраняются в записи и вы можете их посмотреть вы сможете написать мне в директ и я вам пришлю этот опросник и если вы захотите на него отвечать и хотите прислать мне ответы я их обработаю и выдам определенные рекомендации я напоминаю что участие в наших честных разговоров для слушателей бесплатно только по подписке на наш семейный университет и так мы начинаем тема меня никто не полюбит знаете я бы усугубила даже эту тему сказала бы меня никто никогда не полюбит потому что я это слышу в своем кабинете от своих клиентов я знаю это очень много в разговорах других наверное вы слышите это с экрана телевизора вы читаете об этом и вот есть такое у людей убеждение меня никто никогда не полюбит причем так могут говорить даже те кто в отношениях кто в браке 10-15-20 лет казалось бы это могут говорить молодые очень люди меня никто никогда не полюбит живут они с таким убеждением как будто бы находясь в жизненной круговерти находясь среди людей они время от времени проваливается в чувство ощущение пустоты и одиночества именно проваливаются они могут быть и длительно с этим убеждением это характерно во многом для депрессивно в том числе состояние но именно это у многих бывает внезапно как знаете как озарение как осознание как яма и вот когда такие клиенты приходят в кабинет они буквально изобилуют рассказы о ситуации как было что не додали как не услышали очень много говорят о материальных каких-то вот вещах что не получили а когда их спрашиваете а что чувствует вот от чувства они говорить не могут и они часто нас так говорят а может кто-то из вас так говорит что я не знаю что это это чувство именно я так чувствую вы знаете это очень раннее образование вот этого одиночества настолько ранее что возникло ну она может быть и позже но зачастую возникает в тот период когда мы еще не умели говорить психологии есть такой закон все что возникло в до вербальный период когда мы еще не имели обозначающего слова для того что мы хотим обозначить о нем очень сложно говорить и хорошо что у нас наряду с классическим психоанализом который я очень уважаю и с другими вербальными техниками есть сейчас все больше и больше они приходят психотерапию я ими занимаюсь это техники где не обязательно проговаривать можно прочувствовать можно нарисовать можно пережить и оздоровиться без разговора попробуйте ответить самой себе почему говорю самой потому что основные слушатели нашего университета это женщины если есть мужчины и как вот пока не вижу присоединившихся но те когда вы будете смотреть в записи может быть это будут и мужчины бывает ли у вас такое что вокруг абсолютный круговорот жизни все так ярко и вдруг вот это чувство и один я пустой это не обо мне и как будто бы вот мы потом сливаемся куда-то бывает ли такое в отношениях тогда вот все хорошо но все так ярко и друг раз и они обрубаются они заканчиваются и не внезапной какой-то смерти увы до партнера а вот просто раз и обрубились я вижу что я попадаю в ваши чувства не присылают сердечки и я буду очень благодарна за ваш отклик и вопросы по ходу но сейчас вопрос задаю ли вам следующий опять в этом же бывает ли бывает что как будто бы всегда мало вот вам дают что-то дают дают любовь покупают подарки а вам все мало и вдруг вот бывает ли так что вот какой-то такой праздник в честь вас и ну вот вот все идет как надо все вам дают 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 и вдруг какая-то мелочь знаете вот вы королева бала и вдруг вы слышите что где-то в сторонке кто-то ведь ой а у наташки то какие прелестные туфли причем что вы выбраны королевой бала и вдруг все это портит вам все значит ее туфли это вообще главнее это лучше меня и опять брошены и пожалуй последний такой сигнальчик о том что у вас есть вот это ощущение это бесконечная забота о других вот в нашей культуре очень принято культуре чуть старшего поколения ну по сути это моего поколения потому что мне уже 50 очень принято что вот бесконечная забота о других служение семье а мама который отдают все себя ну это кстати вот как раз таки тенденция современности я же мать бабушки которые вообще задвигают себя на задний план и отдают служат они не могут для себя они все другим и ну это могут быть какие-то социальные работники как будто бы нет для меня нет вообще мир не для меня мне же надо вот будут служить надо отдавать надо это все о том же чувстве а то же чувстве одиночества именно чувстве что же лежит в основе такого в основе такого чувства в основе этого чувства лежит как мы говорим психологи ранее депривация 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 это то что недодавали то что недополучено но не удовлетворялась в детстве самое главное фундаментально первейшая потребность что такое фундамент фундамент это то на чем потом строится дом это эмоциональное насыщение это принятие это эмпатия ведь что какого мама что она делает тот ранний период когда ребенок не может еще проговорить что он хочет когда нам не додавали когда мы проговаривали то одно но как я говорила вот это ощущение брошенности одиночества это очень раннее образование это когда мама не чувствовала она не способна к чувствам она не попадала в чувства знаете есть такое когда ну вот есть одно либо голоден либо живот болит а у ребенка очень часто возникает чувство вот в этом огромном мире вот этого малюсенького ребеночка что он брошенный он как бы растворяется с этим сразу скажу что маленьких детей обязательно нужно класть маленькие люлечки кроваточки не на огромную кровать вот а в маленькие который дает чувство защищенности в том числе и вот мама обеспечивая возможно внешними всеми атрибутами она именно не додавала вот этой ласки тепла она не брала на ручки помните вот это старое чтобы к рукам не привыкала может быть вы не помните а когда я была малой это точно было не приучая к рукам иначе что же ты потом будешь делать а сейчас когда уже возможно не нужно и делать то есть поле не нужно ходить за скотиной убирать можно привлечь помощницу по хозяйству а самой быть с ребеночком брать его на ручки и именно вырабатывать чувство удовлетворения удовлетворение именно чувство знаете вот мамы по всем параметрам вот 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 по всем в культуре в психологии в глубина я имею ввиду да вот такое ориентированное да и другой тоже человек особый даже во взрослой жизни когда была травма когда не дали эмоций не дали заботы в самом раннем детстве мы несем эту травму зачастую всю жизнь вот это ранее депривация она очень коварная потому что кстати вот в культуре мама самый главный человек мама любящий мама добрый мы где-то там глубоко чувствую что именно чувствуем что как-то это не так в голове одну в душе я именно сюда покладу потому что это но не могу ковырнуть тут лимбический мозг глубины где чувства да поэтому я покладу сюда где у нас душа в культуральном культуральном представлении да нам говорят одно а мы чувствуем другое но вернее мы наоборот не чувствуем этого и тогда мы воспроизводим вот эту модель пытаясь убедиться что а может я ошибся а может мне показалось что во мне этого нет и наступаем 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 на эти грабли на самом деле я знаю очень много людей которые когда смотрят мультик мама для мамонтенка они плачут прекрасный мультфильм если посмотреть на него глубже то вот именно строчка ведь так не должно быть на свете что были потеряны дети вот это потеряны это не в прямом возможно смысле слова а именно в смысле эмоциональной близости если ее не было если не было вот этого безопасного хвостика за который можно взяться ребенку то тогда эмоциональная близость во взрослом возрасте оказывается недоступна сейчас структурирована хочется же рассказать структурирована что за что же с этим делать а еще сейчас скажу вот еще раз я проговариваю вначале но повторюсь что а кому важно вы можете написать мне в директ и я вам пришлю именно опросник ответьте на которую вы вы сможете пощупать а с вами это о вас разговор с вами такое произошло или происходит или происходило и я обработав результаты верну вам их возможно для какой-то дискуссии или осознания и так что же с этим делать в первую очередь нужно действительно почему сказал вопросники глубже задуматься а может быть причина моего одиночества ощущение что меня никто никогда не полюбит для тех кто давно в отношениях или в отношениях это одно а для тех кто не может построить отношения именно заполняясь этим чувством это другое и живут живут с этим именно это не дает выстроить им желаемое и наступая на те же грабли убеждаются что не любят и так чуть поглубже проанализировать потому что как ни крути понимание это первый шаг принять а значит изменения знаете во многих очень серьезных болезнях ранее депривация можно приравнять к очень серьезные болезни только душевный чем серьезный диагноз тем лучше если вы обратитесь на ранний ранее максимально ранее стадии например там экологическое заболевание да одно дело первая стадия другое дело четвертое совершенно прогнозы разные как бы ни было страшно окунуться и посмотреть правде в глаза это нужно сделать именно для излечения потому что если вдруг простите мне за это сравнение да если вдруг есть у человека какой-то нарыв то как бы ни было страшно его надо вскрыть и тогда будет оздоровление и тогда все выйдет да может останется рубчик но не будет сепсиса то есть отравление всего организма и так что вы можете сами сделать чтобы посмотреть а вообще мама или другие значимые близкие насколько участвовали в вашей жизни но в первую очередь и на самом деле это самое доступное для вас дома это посмотреть на детские фотографии или сейчас видео посмотреть на фотографии семейных праздников вспомнить как проводились эти праздники как проводились ваши дни рождения насколько старались родители посмотреть на фотографии детского сада посмотреть а была ли там мама в первую очередь присутствовала ли она или другие возможно замещающие значимые взрослые именно на тех событиях которые были для вас важны а утренники для детей в детском саду максимально важны знаете я например выбирала работу со свободным графиком где по сути я работала 24 на 7 это было очень сложно но график был свободный я могла выбирать для того чтобы посещать в том числе и детские утренники для меня это было насколько обязательно потому что я так чувствовала я хотел этих эмоций а потом уже стал психологом я еще поняла узнал научно обоснованно насколько это важно для детей насколько это им дает вот эту базу и фундамент и вот посмотрите на эти фотографии была ли мама посмотрите на фотографии куда все смотрят как вы стоите как вы контактируете на физическом уровне если улыбки попробуйте вспомнить были ли у вас вот эти именно ритуалы совместное времяпрепровождение и фантазируйте даже как вы могли себе там чувствовать потому что есть три типа эмоциональной депривации то есть когда вам не дают первое это лишение заботы это вот именно то что можно увидеть на фотографиях это объятья улыбки вспомните сколько времени вы проводили вместе когда вы это часто запоминается упали или вас какая-то была другая очень неприятность вашу игрушку сломали в песочнице или еще где-то утешали ли вас утешала ли вас мама но можно даже не углубляясь во взрослый этот опыт сейчас подумать если у вас родители живы я вам этого желаю когда вы встречаетесь вы обнимаетесь смотрите в друг другу глаза улыбаетесь ли вы знаете сейчас очень принято я обязательно звоню маме я звоню маме утром и вечером на самом деле зачастую действительно ну если особенно родители возрасте это хорошо что вы их даже так поддерживаете но проанализируйте свой разговор когда вы звоните насколько вы здороваетесь с мамой насколько у вас есть улыбка улыбка очень улыбаются глазами хотя сказать на лице им да на лице это губы и глаза и вообще все лицо вот вот она улыбка они вот так я даже не знаю я улыбаюсь вот вот всем лицом даже не могу другую как-то изобразить сейчас да если тепло в ваших отношениях то что самом деле и забота хорошо особенно если там ну помогаете им уже надобность удовлетворять какие-то физические потребности да но если тепло сейчас в ваших отношениях если у них сейчас ох какая вероятность что его не было тогда оно именно не сложилось второй тип эмоциональной депривации это лишение эмпатии лишение вот этого общего как я тебя чувствую как ты меня чувствуешь вообще в вашей семье ценят чувства доверяли ли вы тайны в детстве и кому доверяли не только друзьям а был ли в семье такой человек доверяли ли вы маме это кому рассказывали трудные моменты как-то вас обижали или замыкались потому что попробовал раз или два сунулись не получили удовлетворения и тогда научились знаете вот это лучшая подружка это подушка бытует в нашем социуме и третий тип эмоциональной депривации это лишение защиты это опять о том же утешение чувстве плеча очень много буквально бич какой-то нашего общества когда у людей болит спина и часто психосоматически это трактуется именно как незащищенные тылы я не уверен что там у меня за спиной и это тоже детское раннее образование я вам скажу что сразу скажу это можно компенсировать и помимо мамы это могут компенсировать другие значимые взрослые или компенсировали у вас потому что нужно сказать что на самом деле у меня есть разные клиенты но большинство имеют такую маму которая эмоционально депривировала которая не додавала ни со злого умысла а так как будто бы складывалась жизнь или такой семейный сценарий она имела и считала это нормой как будто бы не задумываясь что можно по-другому или знаете мама могла очень рано выйти на работу я работаю помогаю и женщинам которые пережили развод и работаю с детьми родители которые в процессе или переживают развод и очень часто мама вынуждена очень рано выходить на работу не имея опоры от мужчины мама могла иметь свою травму какую-то мама могла быть больна мама могла просто не стать есть у меня такая знакомая у которой мама умерла она у нее много старших братьев и сестер и она всю жизнь им служит потому что мало того что мамы не было еще она слышала фразу ты забрала у нас маму и она абсолютно социально успешна прекрасна и повезло с мужчиной который влюбился и повел ее в семью и к счастью но глубинное чувство одиночества и она служит устраивать праздники для семьи вот такое вот замещение то есть вот такие вот типы депривации даже не со злого умысла может быть но мы дальше идем по пути что же делать если вдруг вы чувствуете вот это одиночество и вот это меня никто не полюбит ну я уже сказала что нужно поанализировать свои чувства и если там есть обделенный ребенок внутри увидеть его и наконец вообще заметить в жизни этого ребенка да пусть не тогда когда вы были по возрасту ребенком но у нас обязательно есть детская часть в транзактном анализе да это очень хорошо описывается ребенок взрослые родители мы состоим из таких трех шариков как снеговичок только они разного размера и вот ребенок это та часть которая обязательно присутствует в каждом ну может вот малюсеньким малюсеньким видите шаричком а но та часть с которой все начинается часть ответственная за наши эмоции часть которой мы ощущаем счастье или наоборот и вот я работаю во многих методах методов и один из прекраснейших методов это схемотерапия в которой напрямую говорится счастливый ребенок здоровый взрослый здоровый не в соматическом только смысле хотя и в этом тоже да а вот именно со счастливого ребенка начинается счастливое взросление и мы так живем следующее что нужно сделать по пути к исцелению это признать потребность заботе и эмпатии часто люди с эмоциональной депривацией которая ведет вот этому меня никто не любит они не проговаривают свои чувства они ждут что угадают помните я в самом начале сказала что мы не могли еще разговаривать мы младенцами в довербальный период мы ждали ощущали только это неосознанный акт но мы не могли это проговорить и сейчас такие люди очень сложно говорят но очень умеют обижаться и вот эта обида которая застриет и которая тоже к сожалению ведет очень серьезным соматическим заболеваниям может вести я не буду говорить что прямого ведет и вот если увы уже строили отношения которые не складывались не складывались и от вас убеждают в том что меня действительно никто никогда не полюбит и пересмотрите списком прямо свои отношения прошлые вот сейчас тоже как-то сталкиваюсь и действительно идет к этому психология что записывайте тогда анализ полегче тогда все зримо извините я выключила кондиционер да но на градуснике 29 и посмотрите записывая какие повторяющиеся моменты вели вас к разрыву смотрите если вы скажете это что тут писать вы знаете если человек страдает аллергией то ему врач так и говорит записывайте все что вы съели и анализируйте где аллерген ищите аллерген и люди это делают так почему же в отношениях с которых во многом начинается и психосоматическое здоровье соматическое люди не хотят этого делать и так я рекомендую вас вам поанализировать позаписывать прошлые отношения позаписывать моменты повторяющиеся которые вели вас к разрыву и посмотреть на них и вы увидите чего нужно избегать и я вам рекомендую бегите уходите уходите от холодных недоступных партнеров которым вот здесь дьявол в деталях которым очень сильно тянет маленький ребенок он просто обязан жить в сцепке с мамой иначе мы как биологические особи не выживем но когда мама холодная помните я говорила что мы пытаемся все время переписать вот этот опыт мы находим и таких партнеров которым с которыми плохо но которым тянет это именно вот образ вот этого раннего раннего до года ранней модели отношения с мамой анализируйте сигналы которые указывают на то что вы опять хотите сблизиться с холодным человеком с эмоционально холодным человеком я обязательно после эфира в течение пары дней напишу пост где перечислю эти сигналы и он будет у нас размещен в семейном университете где перечислю эти сигналы а сейчас просто кратко списочком бегите если партнер вас не слушает если ваш партнер говорит за двоих особенно если он говорит вы недавно познакомились пришли в гости и вам говорят хотите чаю или кофе и партнер говорит мы будем кофе а он еще не знает что но он за вас уже решил что вам нужно что вы хотите где он решает сразу за двоих а вы помните что вы не можете проговорить вот этот сигнал когда я не могу проговорить что я не хочу или чего я хочу ой какой опасный дальше если с партнером у вас малоприятный телесный контакт если ваш партнер редко доступен знаете такая удочка я всегда рад тебя видеть но это всегда укладывается в пятницу с девятнадцати до двадцати одного вот и то не всегда потому что в пятницу с девятнадцати до двадцати одного с пацанами мы играем футбол в первую и третью пятницу а вот вторую и четвертую да я бы вот я бы вот встретился с тобой когда он четко регламентирует время до встречи когда он возможно выходной даже ничего не делая смотрит киножку раз знаете есть функция на телефончике я сейчас не могу говорить то есть если вы он действительно может не говорить не может говорить но если это повторяется подумайте почему он в недоступе если он не заботится партнера вас даже когда вам плохо когда впрямую сказали что вам плохо он говорит слушай ну закажи позвони в онлайн аптеку закажи себе там лекарства или слушай ну я сейчас из того чтобы приехать он может приехать вы знаете что он может приехать у тебя колесо пробилось слушай давай я тебе даже сейчас пришлю службу спасения там оплачу даже все это не та забота ну хотя в определенный момент конечно приятно и вот есть такой очень четенький маркер чем больше партнер от вас ускользает тем сильнее как будто бы с ним хочется быть это тоже такой опасный сигнал ранней депривации и вот вы знаете я могу сказать одним словом бегите бегите от таких партнеров вы не могли сбежать от мамы а потому что вы были маленькие маленький ребенок не может оторваться от мамы а если вы были маленькие до года то вы еще вообще и бегать не умели и более того еще раз повторюсь и еще раз что быть возле мамы держать маму за хвостик это наша модель которая нам дана биологически из древнейшего нашего мозга и это очень важно было тогда держаться за маму а сейчас когда вы находите партнеров которые воспроизводят те депривированные отношения ту недоданную эмоциональность вы можете ставить на позицию взрослого уйти отказаться страшно будет реально страшно потому что знаете вообще в целом меняться непросто и грустно то что чем больше вы травмированы тем тяжелее вам будет прорабатывать эту травму тем болезненные но зато и награда более значимая знаете как сейчас есть вот эта фраза вау-эффект детский опыт можно переписать и я скажу вам поставьте на чашу весов вот этот труд и даже вот эту боль и другое вот это вот постоянное болезненное чувство которое меня никто никогда не полюбит правда ведь можно переписать эту фразу я хочу чтобы меня полюбили потому что это близость наша базовая потребность это наше удовольствие и более того это та база на которой строится ощущение да мне хорошо и с самой собой и вот когда я сказала можно переписать детский опыт это не просто фраза это то чем мы с вами сейчас займемся и так время практического упражнения 11 35 как по часам сейчас те кто смотрит мои эфиры знают что будем работать в технике символ драмы мы будем представлять образ это ничего не имеет с нейро-линистическим программированием с гипнозом но именно так мы сейчас попробуем подкормить свою детскую часть насытить и возможно перестроить всю вашу жизнь одним упражнением я сейчас попрошу вас найти место там где вы находитесь достаточно уединенное то место где вы сможете уделить себе буквально 15 минут где вас не будет никто трогать но кто сейчас не может это сделать но слышится в эфире эфир остается в записи и вы сможете это сделать чуть позже возможно в желании переслушать и начало итак найдите место где вы сможете сейчас уединиться удобно сесть так чтобы почувствовать опору под собой особенно хорошо под спиной а не только сесть вы можете еще лучше и лечь и мы начнем наше упражнение по проработке детской эмоциональной депривации чуть-чуть тяну время чтобы вы нашли такое место и пожалуй начну что нужно будет делать нужно будет просто сесть в удобной позе скрещивать или не скрещивать руки как вам хочется а еще лучше лечь и расслабиться закрыть глаза и довериться мне знаете у меня больше 25 лет в частной практике если взять символ драму то сейчас в стране более 500 человек имеют этот диплом признанный во многих европейских странах а я была 26 всего лишь 26 то есть я давно-давно владею этой техникой и поведу вас по пути исцеления итак мы начинаем закрывайте глазки и следуйте за моим голосом сядьте поудобнее или может у вас есть возможность прилечь почувствуйте опору под спиной под головой почувствуйте особое тепло которое идет от этой опоры не доверьтесь ему послушайте звуки вокруг как-то их обозначить и отпустить это наш естественный фон доверяясь опираясь спиной на спинку кресла стула или на кровать почувствуйте как расслабляется место между лопатками плечи позвоночник расслабляется верхняя часть рук локти кисти и руки как бы безвольно провисают вплоть до самых кончиков пальцев почувствуйте как расслабляется ваша поясница бедра колени голени и стопы ноги становятся тяжелые теплые ноги тяжелые теплые тяжелые и теплые почувствуйте как вы дышите насколько спокойным и ровным становится ваше дыхание расслабляется живот грудная клетка шея затылок виски щеки как бы оплывают губы мягкие веки тяжелые так как будто бы хочется немножечко уснуть снять накопившиеся напряжения и в таком состоянии как во сне могут приходить различные образы в виде фантазии воображения и сейчас попробуйте себе представить что вы находитесь на рыночной площади на которой циркач жонглирует факелами какая-то рыночная площадь на которой стоит человек и жонглирует факелами почувствуйте какая погода это вокруг время года прислушайтесь к звукам попробуйте рассмотреть этого человека это очень умелый жонглер он делает много-много раз он делает это виртуозно у него в руках горящие факелы и он делает с них разные фигуры начинает собираться люди и смотреть на это захватывающее зрелище и среди них вы маленького ребенка вы в образе маленького-маленького ребенка вы тоже захватывающе смотрите на это зрелище попробуйте проанализировать свои чувства попробуйте почувствовать сколько вам сейчас лет в образе как вы выглядите еще вы мальчик или девочка и не удивляйтесь если вы может быть другого пола как вы одеты что у вас на ножках какие чувства заполняют вас когда вы смотрите на этого жонглера что вам сейчас хочется почувствуйте насколько вас захватывает и манит это зрелище насколько хочется быть таким же ловким насколько хочется к этому приблизиться и вместе с тем страшно и вы не можете оторваться от этого зрелища и вдруг вы замечаете что этот человек как-то выделяет вас из толпы вокруг стоит много-много людей а этот джунглер поворачивается на вас смотрит возможно кивает или улыбается или какими-то другими сигналами зовет вас к себе подзывает вас возможно вы не сразу верите что он зовет вас но он вам настойчиво указывает подойди ко мне подойди ко мне что сейчас происходит что происходит с вами какие вас чувства заполняют когда на вас обратили внимание из всей толпы и вы приближаетесь к нему становитесь рядом этот человек останавливается в своем представлении и дает вам факел и вы начинаете прикоснувшись к нему выполнять так же эти действия и у вас получается вы начинаете тоже жонглировать факелами возможно их у вас не семь а всего лишь два или даже один но у вас получается и вся огромная толпа аплодирует вам вы смотрите на этого человека и вы чувствуете что вы партнеры возможно вы перекидываете друг другу эти горящие факелы вы видите глаза восхищенные вокруг вы слышите аплодисменты возможно возгласы и вы понимаете что вас заметили что вас взяли в партнеры что вас пригласили к себе что вам дали то что вы хотели даже когда вы об этом не говорили а только чувствовали желание и вы сейчас чувствуете финальные аплодисменты от вашего шоу вашего совместного шоу с умелым взрослым человеком вы останавливаетесь отследите свои чувства посмотрите на человека который дал вам это ощущение зафиксируйте их в себе попрощайтесь с ним и он с вами он заканчивает свое представление может вы обниметесь может пожмете друг другу руки может он подкинет вас вы попрощаетесь с большой большой благодарностью и вся толпа которая вокруг будет вам аплодировать человек собирает свой реквизит прощается со всеми вы возвращаетесь на свое место маленьким ребенком и аплодируя чувствуете что вы вырастаете до себя нынешнего вы опять взрослый вы взрослый вы во взрослом возрасте может быть нынешнем может быть чуть-чуть изменившимся но вы взрослый вспомните те детские ощущения которые посетили вас буквально минуту назад которым вы запомнились и попробуйте сохранить их в себе ощущения когда вас заметили когда вы даже не говорили что хотите а вас позвали и дали дали просто так почувствуйте как вы были партнерами со взрослым человеком сохраните в себе эти эмоции заполнитесь ими поживите в них толпа расходится и вы тоже идете по своим делам поблагодарите образ что он был с вами запомните все хорошенько попрощайтесь с образом любым доступным для вас способом а потом крепко-крепко потянувшись как будто бы после крепкого сна сильно потянувшись возвращайтесь опять по мне в эфир открыв глаза как вы себя чувствуете если вы выполняли упражнения дайте мне обратную связь те кто будет смотреть в записи вы можете написать мне в директ свои ощущения как вы себя чувствуете как вам образ ларисочка привет как вам образ получилось удалось ли если вдруг не получилось с первого раза вы сможете повторить его но самое главное запомните что для нашей психики не имеет значения было ли это по-настоящему или вы пережили это только в представлении воображение свое эти эмоции когда вам дали просто так когда вы хотели не решались озвучиться и может быть вы даже сами очень сильно боялись вас заметили вас прочувствовали и вам это дали вас выделили вас полюбили и вот то что мы сейчас сделали упражнение это именно на то чтобы переписать детский опыт который нашу тему меня никто никогда не полюбит изменит на то что я могу любить меня могут любить даже если я не буду ничего делать даже если я буду просто стоять в толпе меня увидят мои чувства признают мне очень прекрасно мне очень приятно что вы мне написали такой комментарий я надеюсь это дало вам уверенность когда вас подбросили да вы написали вас же обязательно поймали потому что в присутствии сильного взрослого можно рисковать когда вы уверены что вас подхватят если нет другого взрослого что вас мир подхватит вселенная и вот с этого начинается уверенность и с этого начинается любовь и именно с этого начинается прощание с убеждением меня никто никогда не полюбит мы начинаем заканчивать наш эфир те кто смотрел в записи будет смотреть я напоминаю и те кто смотрит сейчас что вы можете написать мне в директ и я я пришлю вам опросник ответив на нехитрых буквально до десятка вопросов вы сможете посмотреть попали ли вы вот в эту ловушку отстраненности которая и дает убеждение меня никто никогда не полюбит с вами сегодня была я Наталья Феденко психолог психотерапевт и наш семейный университет я рекомендую всем слушать наши лекции приходить на наш честный разговор у нас замечательные спикеры завтра вернее нет не завтра даже сегодня в 19.00 будет чудесно один из моих самых любимых спикеров Казмина Елена и она расскажет как пережить развод все наши эфиры вы можете найти в записи став членом нашего семейного университета студентов нашего семейного университета ваши лекции наши лекции и доступ бесплатным просто по подписке нужно выполнить совершенно нехитрые условия смотрите в записи возвращайтесь к этому выполняйте упражнения если вы сегодня не могли его выполнить я благодарю вас за отклики мне безумно приятны те сердечки которые вы мне шлете пишите мне директ пишите свои вопросы приходите на консультацию если вам нужно а ваши сердечки заполняют меня такой любовью и дают ощущение что вселенная нас любит и именно она знает что для нас что нам подарить вот так и немножечко возможно тяну время ожидая ваших вопросов и еще великим удовольствием и благодарностью читаю ваши благодарности и смотрю на вас на вашей сердечке все вам доброго стремитесь к счастью мир вас любит уходите от людей которые дают вам ощущение что вас не любят но помните про ловушечку что если у нас есть второмирной детский опыт мы идем очень